Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение модификации «Время Альянса 3. Связь с Ремен». Сейчас мы находимся уже во фриплее, ну и я вернулся обратно на радар. Давайте поговорим тут с енотом. У него, судя по всему, тоже есть какое-то дело для нас. Здорово, енотище! Чего стоим? Кого ждем? А тебя ждем, Пашка. Ты слышал, я саму лабораторию осознания разгромил. Да, было дело, только не лабораторию, а то оборудование, что в ней находилось. Ну, это не важно. Важно то, что ты имеешь опыт введения боевых действий в стесненных условиях. Ты где таких слов нахватался, братан? Хм, ладно, продолжай. Короче, надо захватить станцию Янов на Юпитере. Мы с братками решили там устроить базу. Сможешь это сделать для нас? Ну, не знаю, там агентов как грязи. Надо подумать, а сколько заплачешь за это? Мы тут с братками скинулись. Короче, 30 кусков на кону. Ну, как, нехило? Хм, да, тема реальная. Для такого дела бабки хорошие. Считай, что Янов уже ждет себя. Хм. Так, ладно. Мы все равно сейчас держим путь на Юпитер. Вот заодно там еще и Янов захватим. Но перед тем, как отправляться в Лиманск и дальше на Юпитер, еще зайдем переговорим с Гломором, который тут рядом с переходом в Припять находится. Ну вот, подбегаю я уже к переходу в Припять. А здесь у нас сидят обычные сталкеры. Ну, давайте пообщаемся с их главным. Привет, Гломор. Война закончилась. Какие планы у вольных сталкеров? Да, войне конец. А планы такие. Вернуться в Припять и занять снова свою базу. Прачечную. А что мешает реализации плана? Ну, одна. Вернее, две маленькие детали. Первое, это то, что Прачечная занята агентами осознания, и наших сил недостаточно, чтобы взять ее с первого захода. И вторая главная причина. Мы не знаем безопасного пути в Припять. Поэтому сидим здесь, отражая атаки агентов, которые пытаются проникнуть на радар. А чем я могу помочь? Было бы здорово, если бы ты попал в Припять и завалил всех агентов в Прачечной. Тем самым расчистил бы нам дорогу. Ну, и притащил бы нам карту безопасного пути в Припять с радара. Раз агенты, которых мы тут торжественно встречаем, пытаются проникнуть на радар, то наверняка у них есть карта безопасного пути. Если я сделаю все, как ты хочешь, то какова будет оплата за мои старания? Сначала зачисти прачечную, затем найди карту безопасного пути с радара в Припять, притащи ее мне, и я заплачу тебе за это 30 тысяч. Если тебя деньги не интересуют, то я дам тебе координаты тайника в Припяти с отличным хабаром. Ну как, устраивает такой расклад? Да, хороший расклад. Деньги, правда, меня мало интересует. А вот от отличного хабара не откажусь. Я подумаю над твоим предложением. Если что и выговорят, то притащу тебе флешку с картой. Пока. Так, а как же мы попадем в Припять? Да, какие эти сталкеры мы также еще не знаем. Карту безопасного пути. Хм. А в Припять можно попасть с радара. И с Юпитера. Так, но, правда, с Юпитером мы также не знаем. Вроде как. Карту безопасного пути. Но ничего. Может, потом и узнаем. Кстати, где сам переход находится? Он, по крайней мере, должен быть тут обозначен хотя бы. Здесь вот переход на ЧАЭС. Может, с ЧАЭС мы и можем попасть? Даже не знаю. Потому что с Юпитера я что-то не вижу тут никакого перехода. Странно. А, погодите. Здесь он, похоже, не обозначен на карте. Но я помню, что в первых сериях я вот тут вот подбегал к воротам. И там вроде бы всплывала надпись, типа, что вы еще не знаете переход в Припять. Так что да, он где-то там вот в районе базы бандитов бывшей. Должен находиться. Ну ладно, хорошо, разберемся с этим делом. А пока что продолжаем двигаться в сторону Юпитера. Перешел я только что с радара в Рыжий Лес. И вот сразу появляются два новых задания. Поговорить с лидером Монолита и с Валерой. Ну что ж, хорошо. Эти два персонажа находятся тут в шахтах. Пойдем к ним. Поговорим сначала с Симперфеем. Привет, Симперфея. Гляжу, неплохо вы тут обустроились. Помощь не требуется? Привет, Пашка. Помощь не помешает. Есть одно дело. Но стрелять придется много. Возьмешься? Не томи и давай рассказывай, что там у тебя. В общем, дело такое. К нам движется отряд нашего адепта-бродяги. Он должен занять территорию стройки. Его задача охранять западный проход в Лиманск. Вот только бионики заняли стройку до него. Мы пробовали выбить их со стройки, но эти уроды появились вновь. Видимо, подошел еще один отряд с контейнерной площадки, что и на Юпитере. Так, ну и что я должен сделать? Я думаю, что на контейнерной площадке базируются основные силы биоников. Нужно уничтожить их на Юпитере и добить останки на стройке. Тогда отряд-бродяги сможет пройти с Юпитера и занять стройку. Ну что, берешь ты за это дело? Предупреждаю еще раз, стрелять придется много. А какова цена вопроса? Выбирай. Или за каждый отряд биоников по пять тысяч, или получаешь координаты тайника, в котором лежит крутой ствол. Устраивает? Хм. Ну, я даже не знаю. Я подумаю. Хотя, крутой ствол мне бы не помешал. Ладно, будет желание, завалю я оба отряда. А пока пойду прогуляюсь. Пока, Симперфей. Также хочу обратить внимание, что Симперфей говорит, что нужно уничтожить их на Юпитере и добить остатки на стройке. Похоже, действительно это важно, поскольку я уже пробовал сначала отправляться на стройку, а затем переходить на Юпитер, уничтожил эти два отряда, но задание не засчиталось. Поэтому на этот раз поступлю по-другому. Так. Хорошо. Взяли в качестве награда тайник. Ну, этим займемся чуть позже, сейчас еще поговорим с Валерой. Привет, Валера, как тебе на новом месте? Отлично, воссоединился с братьями. Великий Монолит благослонен к нам. Рад за тебя. А что такое задумчивое, проблема какая? Да, есть небольшая проблемка, возьмешь себе помочь? Ну, смотря какая, рассказывай. Ты, наверное, знаешь, что Вадим из группировки проверены и занимается доставкой в зону грузов, скажем так, специфических грузов. Да, слышал кое-что. Я заказал у Вадима спецпатроны, разрывные, для снайперки. Курьер должен был мне их доставить, но, видимо, что-то пошло не так. Я получил смс от курьера, что он атакован, поэтому вынужден вернуться в темную лощину. Из сообщения следует, что груз он прикопал в могиле. Дальше связь с курьером прервалась. Но вот в какой могиле вопрос? Известно только, что его маршрут пролегал из темной лощины через бар, военные склады, радар и конечным пунктом был рыжий лес. Понятно. И ты предлагаешь мне ковырнуть могилу, которая находится неизвестно где, если повезет, то откопать твой груз и принести его себе, так? Ну да. Наградой тебе за это будет 10 тысяч. Идет? Хм, заманчиво. Я подумаю, возможно, если найду время, то поищу ту могилу, в которой лежит твой хабар. Да, ну ладно. Поищем. Однако пока что возвращаться на те локации у меня нет никакого желания. Я уже совсем близко подобрался к Юпитеру. И поэтому сейчас мы отправляемся как раз на Юпитер. Так, а здесь рядом с переходом... Ребята из осознания... Что-то забыли. Хм. Ну, забыли и забыли. Переходим... На Юпитер. На Юпитер. Ну, вот мы и на Юпитере. А появляемся... Прямо на складе контейнеров. Где находится один из отрядов биоников, которые нужно уничтожить. Так, возьмем-ка в руки айсвал. Давно я с ним не ходил, тем более тут... На ближних дистанциях нужно работать. Так, отлично. Семь человек осталось. Да, ну давайте. Уничтожайте. Так, практически минус три. Немного не хватило патронов в обойме. Так, куда тут... Куда вы убегаете, парни? Все, два человека осталось всего. И последний. Отлично. Так, ну что ж. Раз мы... Оказались тут... На складе контейнеров. И уже уничтожили... Первый отряд. То... Предлагаю сразу отправиться в Лиманск. Чтобы на стройке уничтожить второй. Надеюсь, на этот раз... Задание... Зачтется. Переходим в Лиманск. В западную его часть. Пришел я на стройку. Ну и сейчас будем... Уничтожать второй отряд альфа-биоников. Используя вот эту машину. Да давай уже. Все. Съели. Так, нам нужно... Больше маневренности. Возвращаемая свал. Шесть человек тут еще наверху. И они... Некоторые из них вооружены Гаусс-винтовками. Поэтому нужно быть... Весьма... Быстрым и изворотливым. Чтобы они по нам не зарядили. Так, понял. Там наверху один из Гаусс-ки шмальнул только что. Осталось четыре человека. Ой-ой-ой. Так, вот этот. Красавец с Гаусс-винтовкой. Но я думаю, он не последний. Это с обычным автоматом. А ты там, дружище с чем? Я не увидел. Ага, я понял. Так, надо этого снять. Ё-моё. Неубиваемая. Ну, давай уже. Две обоймы в тебя всадил. Конечно, там половина... Не туда полетела. Но все равно. Все. Заколебал. Да ну вас нафиг. И опять задание не засчитывается. Ну и как с ним быть? Настройки в лиманский отряд на контейнерной площадке. Ну, переиграл я. И что с того? Ничего не изменилось. Блин. Жалко. Жалко. Ну, может в будущем зачтется. Может нужно еще что-то сделать для этого квеста. Я даже не знаю. Но больше нигде здесь вроде... Уже альфа-биоников не осталось. Да, пусто. И тихо. Ладно, как бы там ни было, возвращаемся обратно на Юпитер. Там у нас есть еще другие дела. Сейчас я подхожу к КПП. По заданию черепка нужно уничтожить. Тут отряд агентов. Давайте этим и займемся. Вон они уже появились. В принципе, мы можем воспользоваться... ...гал с винтовкой. Почему нет? Ух ты. Поехали. Так, ну, больше никого не вижу пока что. Все, побежали на штурм. Ага, кто-то там за кустами спрятался. Ну, мы даже с этого нашего... ...FN2000 отлично с ними справляемся. Надеюсь, что с этим квестом никаких проблем не будет. И все отлично засчитается. Так, парни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Готово. И осталось... А, один человек остался. Фух. Ну, тут все нормально. Задание выполнено. Так, а что насчет награды? А что насчет награды? Я что-то не понял. Хм. Интересно. Получается. Ну, ладно. Может быть, эти квесты вот связаны как раз тут... ...какая-то недоделка. Если вот выбирать вариант тайники. Награда в виде тайников. Хотя я не помню вообще, что мы там выбирали. И кто такой черепок? Я уже забыл тоже. Может быть, у этих наемников, у этих ребят из осознания чего-то тут... ...имеется. Мало ли. Ну вот, спустя некоторое время, черепок все же прислал сообщение, в котором говорит, что пересылает нам на КПК коррянты рюкзака сталкера, погибшего в аномалии в Рыжем Лесу. Так что за это задание мы награду получили. Отлично. Но сейчас я нахожусь на станции Янов. Тут у нас имеется... ...квест по просьбе енота. Нужно уничтожить агентов, которые тут засели. В общем-то, вот эти все красавцы. Уже лежат на полу. Не стал я в очередной раз записывать перестрелку, поскольку их уже и так достаточно. Но проблема в том, что всех я убил, а задание не засчиталось. Та же самая проблема, что и с квестом от Симферфея. Задание не засчитывается. И почему так? Я не понимаю. Возможно, действительно, потому что я выбрал в качестве награды тайник, а не деньги. А разработчики, может, этот вариант не доделали или еще что? Ну, ладно. Не повезло, так не повезло. Но будем считать, что я все же что-то забыл сделать или что-то сделал не так. И будем надеяться, что в будущем эти здания еще зачтутся после каких-либо событий. А сейчас бежим к бункеру ученых по просьбе лесника. Здесь нужно тоже уничтожить агентов. Сейчас мы этим займемся. По идее, их тут должно быть... Ого, 17 человек. Я думал, не так много. А их тут 17 человек. Привет, бойцы. Отлично, подорвался. Ну вот, осталось тут всего два человека. И они, судя по всему, в бункере сидят. Ну, чего прячьтесь? Это ты на унитозе, да? А, вдвоем. Что, серьезно? А, нет. Я просто забыл, что в этом задании сейчас с Шерханом нужно переговорить. А ты уже думал и тут тоже косяк. Так, подбежал я к цементному заводу и почему-то вдруг выполнилось задание просьба енота. Молодец, Пашка, я наш. Забегай на огонек. Пересылайте 30 кусков на твой электронный кошелек. А-а-а. Вот так вот. То есть нужно, чтобы какое-то время прошло. И теперь вот эти парни заняли КПП и задание засчиталось. Так, похоже, также из просьбы Симперфея получится. Ладно. Подождем. По идее, в будущем это задание также должно засчитаться. Ну, хорошо. А то я уже начал гнать на разрабов, что не доделали модификацию. Все нормально. Так, ладно. Сейчас быстренько починимся у техника. Кстати, починка этого экзоскелета весьма дорогая. Ну, это и понятно. Экзоскелет очень крутой и вообще единственный в игре, судя по всему. Так, ну и поговорим с Шерханом. Здорово, батя! Я к тебе с разговором. Лесник-ученый. Хочет перебраться в бункер на Юпитере и устроить там свою лабораторию. Так вот, он просит, чтобы наши братки не мешали проведению его экспериментов. А он, в свою очередь, будет делиться с нами своими наработками. Как ты на это смотришь? Я не против, если только нам будет толк от его наработок. Но у меня есть к тебе встречное предложение. Как ты смотришь на то, чтобы вернуться на нашу прежнюю базу? Ха, отличная идея. Давненько я в бильярд не играл. Готов мочить агентов прямо сейчас. Вот и славненько. Тебе помощь нужна или сам разберешься? Да, сам разберусь. Волына у меня крутая, броня как у терминатора, так что мне помощники в этом деле только мешать будут. Ну тогда удачи тебе. Как закончишь, там все, так и мы подкачим с пацанами. Но не переживай, все оформлю в лучшем виде. Так, хорошо, задание от лесника выполнено. И теперь мы отправляемся на нашу старую базу. А тут, кстати, вот и дорога в Припять. Я ее не мог найти. По пути я решил забежать в восточный туннель. И смотрите-ка, клава-контролерша все же превратилась в человека. Здорово. Но, правда, никаких диалогов у нее нет. И у этих ребят тоже. Многие мне писали попытаться найти Лену и поговорить с ней. Она же до сих пор вроде как думает, что мы умерли. Или может кто-то и сообщил. Непонятно. Но вот где ее искать я не знаю. Где она может быть? Может быть мы ее в Приплее еще и встретим? А может и нет. Ладно, пока двигаем на нашу старую базу. Ну вот, на бывшей базе тут было довольно много людей. Но осталось уже всего два человека. Снова я решил не снимать всю перестрелку. всех мы тут раскидали. И задание выполнено. Отлично. Все, можно по идее возвращаться обратно к леснику. Вот здесь и наше снаряжение, которое мы раньше использовали. Но из этого всего можем только патроны взять. и больше мне тут ничего не надо. Я уже подумал, что нам нужно будет возвращаться в бар, чтобы поговорить с лесником. Но, к счастью, он уже сам пришел к нам, занял бункер на Юпитере. Ну и появились тут также другие ребята. И давайте с ним пообщаемся. Привет, ботан. Я выполнил твою просьбу и поговорил с Шерханом. Можете работать в секторе, никто вам мешать не станет. Правда, я обещал Шерхану, что вы будете делиться наработками с нами. Так что начинай. Делись. Хех, выдай что-нибудь такое, чтобы я охренел. Могу пока рассказать себе об аномалии Антиграви. Она тут присутствует на Юпитере. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что такое телекинез. Так вот, слушай, в отличие от большинства аномальных зон, это имеет, как бы сказать, искусственное происхождение. И образовалась она не после аварии на реакторе и выброса, создали ее ученые, причем случайно. Вот даже как. И как же вы, ботаники, сотворили такое? Про бюреров и полтергейстов себе, наверное, тоже рассказывать не нужно. Так вот, в целях изучения тех и других хотели провести научный эксперимент, но для эксперимента нужно было отловить несколько этих тварей. Был создан специальный излучатель, который притягивал к себе бюреров и полтергейстов. При создании излучателя были использованы частицы четырех артефактов. Излучатель выставили на открытой территории, в одном из мест вероятного появления тех и других и... А, догадываюсь уже, у яйцеголовых что-то пошло не так, как они запланировали. Ну, в принципе, ты прав. Сначала излучатель включили на минимальную мощность, но никакого эффекта не последовало. Прибавляли, прибавляли и дошли до максимальной мощности. И тут началось. Вокруг излучателя собралось такое количество мутантов, на которое никто и не рассчитывал. И все они начали атаковать излучатель. Ученые пытались выключить его дистанционно, но бесполезно. Излучатель пошел, как говорится, в разнос. Потом начался выброс, излучатель не выдержал и последовал грандиожнейший взрыв. Ну, а дальше... Бюрер и полтергейст исчезли, как будто их и не было никогда. А на месте излучателя образовалась аномальная зона. Для человека она безвредна, но все предметы, попавшие из зоны, начинают летать. Кроме этого, аномальная зона буквально выбивает из рук человека любой предмет, кроме ножа. Почему нож попал в исключение, никто понять не может. Может из-за формы, а может и еще из-за чего. Бюрер ведь тоже не может выбить нож из твоих рук. Это точно, не может. Ох, сколько барахла у сталкера поубивало. Озолотиться можно, если все собрать. Хорошо, что напомнил про барахло. Все предметы, которые можно там потерять, можно там же легко и подобрать, когда аномальная зона выбросит их из зоны своего действия. Но есть исключение. Один из ученых, принимавших участие в эксперименте, таскал при себе селекционный артефакт. Какой именно, я не знаю. Так вот, именно этот ученый полез отключать излучатель вручную, когда его не удалось отключить дистанционно. В суматохе он выронил этот артефакт, потом выброс и взрыв, в общем, ученым вытащить это успели за секунду до взрыва, а вот артефакт так и не нашли. Когда расселся дым и осела пыль, взору открылось странное освещение в небе, как от осветительной ракеты. После этого долго искали артефакт рядом с аномалией, но так и не нашли. Похоже, что его вообще больше никто никогда не находил, иначе бы он давно всплыл или у перекусчиков, или у коллекционеров. Значит, артефакт все еще там? Ну, в смысле, над аномалией парит. А можно как-то отключить аномалию? Ракотворное ведь? Отключить? Ты сам-то подумал, что сказал? Аномалия не холодильник, из розетки вилку не выдержанешь. Хотя, есть у меня одно предположение, что эта аномальная зона собрала в себя часть свойств других аномальных зон. Если ты меня внимательно слушал, то помни, что при создании излучателя были использованы частицы разных артефактов. Отключить, как ты говоришь, нельзя. Можно лишь блокировать воздействие аномалии на предмет выполнением определенных условий. Короче, нужно собрать определенный набор артефактов, повесить себе их на пояс и войти в аномалию. Пока набор артов у тебя на поясе, аномалия работать не будет. Уберешь хоть один из необходимых, тогда все полетит и снова. Ха, вообще ничего не понимаю. Раз есть такое предположение, то почему до сих пор никто не проверил его? Ладно, ты умный, тебе виднее. И какие нужны артефакты? А потому, что это только все мое предположение. И ты первый, кто осадачился возможностью проверить его. Да и в том, что у тебя что-то получится, я тебе гарантий дать никаких не могу. Слушай, запоминай, что нужно. Два раза повторять не буду. Нужны артефакты золотая рыбка, пузырь, огненный шар и пустышка. И нужны они не просто в рюкзаке, а на поясе. Хм, три из четырех радиоактивны. Одного пузыря явно не хватит, чтобы безопасно повесить с остальными три на пояс. Ты что, вчера родился? Купи костюмчик соответствующий и прокачай его. Ну и добавь пятый арт на пояс. В условиях обязательных артефактов всего четыре. А каким будет пятый без разницы? Вообще, я сам решаю, как ты будешь действовать. Ладно, и на том спасибо. Посмотрим, может я и проведу свой научный эксперимент. Спасибо за рассказ, бывай. Да. Нужно собрать артефакты. Ну, два пузыря у нас есть, так что насчет радиации я не беспокоюсь. А вот золотая рыбка, огненный шар и пустышка. Где-то взять пока не ясно. Ладно, там появилось задание поговорить с аспирантом, так что давайте сбегаем к нему. А наша банда уже вернулась на старую базу. Ну, пойдем поговорим тут с аспирантом. Учитель, а что ты можешь рассказать об аномальных зонах? Хотелось бы узнать что-то новенькое и интересное. Могу рассказать про аномалию суицид, хотя на мой взгляд классификацию аномалии этому месту дали ошибочно. Суицид. Это интересно. Рассказывай. Я думаю, что это вовсе не аномалия. В этом месте к поверхности близко подходят залежи слюды. Эти залежи создают линзу для радиозлучения и фокусируют пси-волны в месте аномалии. Уровень пси-излучения в данном месте становится экстремально высоким. Можешь считать, что это новый и уникальный класс пси-излучения. Точно неизвестно, что творится в голове человека, когда он попадает в это пси-поле, но свидетели утверждают, что сталкеры, попавшие в зону воздействия, кончают жизнь самоубийством. Пускают себе пуль в голову. Только зомбированные могут пройти там без последствий. Вот это да. А можно человеку с нормальными мозгами пройти через это поле и остаться живым? Наверное, там парохлад, сталкеров, много осталось. Думаю, что да. Но для этого нужен специальный шлем, который защитит твою башку от этого специфического пси-излучения. Ну и где такой взять? Есть один человек, который может замастерить такой. Зовут его Фантом из Свободы. Он наверняка сидит на военных складах. С ним поболтай. Он техник толковый. Только не вздумай соваться в аномалию без специального шлема. Если я тебя не убедил, то давай попрощаемся сразу и барахло свое браткам заранее раздай, чтобы потом делить не пришлось. А по поводу ценного хабара могу сказать только одно. Недавно там покончили с собой два очень опытных сталкера и несли они что-то ценное. Ладно, убедил. Без специального шлема соваться туда не буду. А там посмотрим. Может, изгоняю к Фантому, как ты мне посоветовал. Бывай. К Фантому, говоришь? На армейской склады. Хм. Ну ладно. Сгоняем. Правда, вот задание этого у нас не появилось. Но мы сходим сами. И без квеста. Это получается, нам нужно возвращаться в Лиманск. Радар и на армейские склады. Да, путь, конечно, долгий. Ну что ж, тогда давайте, пожалуй, на этом эту серию закончим. Уже в следующей отправимся на армейские склады. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok